приветствую народ продолжаем тракторочек снял сиденье снял крыло чтобы вот эти зоны обварить все чтобы не вырвало ее но сразу бросается вон не в глаза поэтому достал коробку которая должна быть установленного ураловская коробка отрезал вот этого хрустовика вот эти штучки которые вот так были и проточил под звезду 33 4 посадка здесь мы обварим здесь обварить проблематично получается будет только здесь ну и хрен с ним вот так вот я хотел срастить вот этот вал с валом вот куда звезда садится та часть вала чтобы можно было звезды менять но сейчас на скорую руку охота проверить включить вам так что это я приварю на глушняк потом если все понравится без всяких переделок то достану вот эту штучку другую достану и жесткую посадку чтобы можно было срастить и менять звезды на больше на меньше но я думаю один раз сделал и забыл про нее так что я думаю так оно и будет все надо найти гаечку я такой гаечки нету кстати отпилил вот этот кик стартеру здесь было потому что здесь будет проходить цепь чтобы ничего не мешало и вот эту пипку здесь пипка была тоже я отрезала мне не нужно все вторую часть педальки я тоже отрезал она нам не нужно даже эту придется отрезать и ставить сюда приваривать рычаг который будет управляться все ищем гаечку прикручиваем и начинаем крепить коробку коробку нас встает вот сюда стыкуем звезды вон там пипка нее не видно вот она бы мешала центруем звезды делаем крепление спереди сзади и рычаг куда-то надо выводить может быть на эту сторону скорее сюда вот так по сиденье выведу будет включаться вон можно было меня свободный вот этот шкив ручей и вот там два ручья но вот этот скорее всего мы оставим дальнейшем под н.ш. хотя н.ш. здесь можно установить короче есть вот ручей свободный тут ручей свободный там два ручья вот отсюда можно было бы прям прямиком кинуть на коробку но прямиком сильно не получится может получиться раздатка будет мешать и здесь будет вал идти слишком близко к ноге но так то можно и кожух сделать посмотрим проще было кинуть прям напрямую крайняк вот там место полно там ничего не мешает здесь между рулевым валом и педали пройдет и вон он шкив и оттуда мы их соединимся и сделаем наверное ременной привод но как сцепление ременной включается за счет натяжки также и там сделаем насчет натяжки чтобы заводить было проще чтобы коробка не крутил здесь понятно нейтраль ты поставил и заводишь даже с этим валом то что он подключенный тяжелее заводить сцепление откидываешь тогда нормально заводится так тяжело крутаной двигатель так что заводим без сцепления и заводим без вома он так-то его мы не нужен и на хрена нам что постоянно вот этот вал крутился так что ремнем поджал может быть я сделаю шкив с двумя ремнями и сюда запустим его на коробку погнали так поставил туда вон там подшипник и сюда поставил вон шайбочку блестящая видно да это чтобы приподнять звезду так там подшипник и он я поставил шайбочку это чтобы приподнять звезду может быть там и должна какая-нибудь шайба я не знаю я уралске коробки никогда не разбирал в общем чтобы приподнять звезду вот надо этой юбкой чтобы цепь и и не касалась то будет тереть ванну что все сальник обойму заходит сальник все будет держать и нашел гаечку даже с прорезями там под шплинт не вот с гаечек с прорезями так что и и устанавливаем так кинул профильную трубу это чтобы закрепить низ коробки верхнее ухо я откреплю креплению сидений пока на прихватка само собой это чтобы звезды отцентровать накинул цепь цепи я не берут эти которые набор продается для ежа так дороже выходит я вот покупал по 5 метров 5 метров и последний партия оставалась вот сейчас от нее я отрезал сколько мне надо купалась естественно замочки к ним я попробую поставим посмотрим так цепь я поставил у нас двигатель крутится про часовой значит вал тоже будет крутиться здесь здесь наоборот по часовой то промвал у нас будет крутиться по часовой но если смотреть на валы тот крутится прочь часовой здесь значит вот так будет значит там будет по часовой вот мотоблочная фреза ну то есть редуктор есть мы будем делать по вому вот так фреза будет крутиться назад но если мы его креплением перевернем вверх а редуктором вот сюда к этому квалу тогда у нас все будет правильно крутиться фрезы и редуктор вот этот на четырех болтах он переворачивается если нету сторону будет крутиться переверни все если в таком состоянии оставлять чтобы он цеплялся сюда то надо какой-то угловой редуктор здесь слишком высоковато можно вот ураловский мост от мотоцикл урал здесь четыре с половиной примерно 47 где-то к одному здесь на этом редукторе идет две скорости вот включение первая редукция 15 к одному вот сейчас стоит 15 к одному и 2 55 к одному если мы ставим первую скорость здесь здесь 36 или 39 точно не помню передачное число если полторашка 1600 вроде холостые обороты на лифа не сюда придет полторашка то у нас здесь будет 400 с чем-то оборотов для фрезы если я не ошибаюсь требуется в районе 200 оборотов в минуту вот посмотреть во первых можно будет поиграть там на коробке с нужной скоростью и здесь редукции поиграть какая нам больше подходит 15 к одному или 55 к одному может там на 4 будет скорость а здесь будет вот это 55 к одному вот предел карданчик вот эта часть плохо заходит вот это хорошо заходит или вот это чтобы зашплинтовать вот у нас будет крутиться вот так вот часовой значит наш блинчик вот этот шкив приводной тоже будет крутиться ну а здесь уже вот в эту сторону будет крутиться и все у нас фрезы правильную сторону вот я про что говорю что в таком положении если сделать снять вот эту часть приделать ее сюда и от нее сделать крепление но не только так даже на можно и сюда вот раскосим сделать с обоих сторон можно даже чуть под углом сделать но главное что у нас вот если я когда сейчас подниму к центру редуктора то сейчас данный момент он у нас идет ровно если его поднять сюда к треугольник то получается угол большой но нам то ничего не мешает кардан тоже хорошо гнется здесь такие крестовинки угол имеет хороший можно поднять сюда вот так он принципе и планировался здесь еще такой редуктор забыл как называется культиватор вот этот вот в общем тоже здесь про часовой крутим все в это все правильно работает в идеале бы конечно вот этим рычагом вверх но здесь редуктор не переворачивается его перевернуть нельзя наверное а может можно хрен назад я надо разобрать посмотреть все переворачиваю хорошо тогда креплением вверх но здесь тоже ничего страшного можно в куполе просверлить четыре отверстия вот сюда поднять пластину и скобу и дополнительно еще отсюда пустить раскосину в общем приделать просто какой плюс у этого редуктора у него редукция 24 к одному и к нему подходит жигулевский фланец он тот карданчик нарастить сюда крестовину жигулевскую на нем стояла вот эта штучка она конусная не опускается чашка и идет зацеп вот это вот это его родное когда я снял я увидел что здесь жигулевские шлицы все единственное что здесь не прикручивается но здесь есть стопорное колечко и она как раз прям четко сюда ставим стопорное колечко чтобы этот не вылазил да можно даже и не обязательно если вы делась монолитным с тем воткнули в кардан подняли зацепили все у этого плюс у того нет такого плюсов здесь придется сращивать у него здесь мелкие шлицы меньшего диаметра вот эту часть надо будет сращивать жигулевским фланцем он сюда не садится но здесь две скорости вот что хорошо он здесь у него там редукция и здесь еще редукция он потяжелее кстати этот легенький но вот этот присобачить будет сюда легче культиватор ладно здесь речь не про этот потом будем думать в общем коробка предварительно чуть-чуть насажена надо думать карданчик так не знаю видно здесь не видно есть такая идея вот девяточная ступица можно сюда второй такой фланец приделать и его проточить под один ручей или просто сюда поставить шкив и закрепить его сюда двойной ступица граната полуось короткая сюда поставить обойму с подшипником почему двумя гранатами мне бы желательно вот наоборот здесь завалом протащить тогда угол будет этот кардан быть поменьше а так ничего страшного принципе тоже здесь цепляемся здесь подшипник опорный хотя здесь будет подшипник вот этот уже не нужен будет и этот вал стыкуемся с лицевой частью засыплений туда или вместо вот этого вала есть вот этот вал он принципе для этого и рассчитывался вот этот вал здесь вот под шпонку под шкив сюда сажаем двойной шкив два подшипник уже есть и здесь делаем здесь можно сделать втулку под шпонку а втулку уже сварить вот с этой крестовинкой и все так же продолжить туда просто тогда это однозначно пойдет здесь и потом туда с полуось мне хорошо проскочить здесь завалом и тогда пойдет кардан с меньшим углом до коробки значит посмотрим как будет лучше так выбрал вот такой вал на таких подшипничках подшипники стоят старые но их смазал но заменим пока поставил одноручайковый больше не было у меня только по 25 вал был вот этот один шкивок найду двойной чтобы использовать два ремня сюда поставил 725 размер все если его отжимаешь то шкив прокручивается сейчас заводил все крутится хорошо ровненько здесь чтобы не снимать вал просто завел двигатель болгарку поставил и обтачивал до нужного размера здесь сделал пропил под шпонку ой под шпонку под болт болтом крепим дальше карданчик кстати много у меня было разный подбирал думал как сделать полуось со ступицей даже думал поставить но не придумал какой шкив к ступице закрепить нет таких размеров вот этот наружный диаметр не шлицы а вот это она прям идеально плотно вот сюда садится чем и лишнего здесь отрежем и здесь сколько нам надо по длине вот сюда мы центруем и приварим шлицевую часть которая будет сразу так одеваться на коробку кстати диаметр 20 25 вроде можно туда подшипник опорно если что поставить все стыкуем привариваем устанавливаем так шлицевую мне надо стыкануть с этим карданчиком поэтому взял втулочку внутри проточил под посадку здесь вот есть 42 миллиметра диаметр и 40 вот под 40 я проточил криво пошла заклинило короче под 40 и сюда мы сажаем и все это дело обварим сейчас так это до конца запрессовано если просто так ставить то здесь чуть-чуть играет чтобы отцентровать вот эту часть с этой частью выточил центровочник этот у нас вставляется сюда а эта часть вставляется у нас вот все теперь у нас ничего не люфтит делаем прихватки с четырех сторон и потом уже обвариваем все втулка между шлицевой карданчиком обварена запрессована до конца на там упор имеет сюда вставил потом выдвинул чтобы там уперлась естественно здесь сейчас сделал прихват ульки центровал сделал прихват ульки сейчас секунду ремень пока без петлеобразователей и ты не провернешь шкив так оттуда не выпадет пока не открутим вот эти болты и не сдвинем бал только тогда снимется отсюда и снимется оттуда так будут стоять не два петли образователя а также как я делал на ременном сцеплении отсюда пойдет полукруг вот она видно да это будет облегать шкив снизу чтобы у ремня не было возможности сейчас опять фокусировка пропадает вот чтобы у ремня не было возможности упасть вниз вот так вот снизу здесь я скрутил шпильку отрегулирую вот этот прижим чтобы зазор при натянутом ремне там был минимальный зазор и тогда при выжиме ролика вот эта сторона вообще не будет образовывать дугу а будет сидеть ровно но из-за того что там есть этот у нас ремень будет приподниматься мы здесь тоже опять образователи поставлю и у нас ремень будет приподниматься над шкивом все и на дальнейшем сейчас увидите вот этот вариант мне уже давно понравился я уже на нескольких тракторах так я использовал на этом том числе чтобы не было у ремня вот потому что до ролик отодвигается ремень должен здесь при подняться что перестать работать дальше он берет вниз опускается и в сзади дугою поэтому не меньше возможно здесь когда мы делаем петлеобразователь вот так ду полностью что-то овощи дугой не выгибалась а здесь только штырёчек и все здесь уже натяжной ролик давайте так взял педаль из педали сделал натяжник поставил газель ски а4 что ролик здесь ограничитель чтобы она назад не отходила пружина сделана не в сильную натяжку и никак при ременном сцеплении он зажимает наоборот у меня наоборот он откидывает именно на вон чтобы он откидывал подтягиваться он будет за счет рычага педали не знаю я еще ничего не придумал я буду думать и все отпускаем он будет сам откидываться так тахометром померил обороты обороты двигателя 1640 выдает потом уже на валу 1123 оборота здесь шкив вот этот больше чем вот этот и передаточная коробки у нас выдает четыре скорости на первой скорости выдает 308 вот это вот первая скорость 380 2 491 3 скорость 630 оборотов 3 до 4 803 оборота вроде неплохо да вот это для фрезы надо вроде около 200 оборотов 380 но если мы даже максимальную 803 разделим на 24 вот этот редуктор который я хотел то мы получаем хероню даже если возьмем вот этот редуктор у которого на первой скорости ну точно 2 скорости 15 к одному 2 1 55 к одному 2 15 к одному даже 15 к одному там что-то в районе в 33 или 50 оборотов всего лишь так что я огорчился они мне не подходят и я воткнулся получается вот есть ураловский у него 45 или 47 передаточное число даже если я сделаю рамку снизу будут фрезы сверху поставлю редуктор вот этот валом туда отсюда я выведу в бок и звездочками соединю через цепь это будет на 4 скорости будет 170 оборотов чтобы загнать до 200 оборотов это надо брать вазовский редуктор 39 вот с ним получается что-то в районе 203 оборотов но на базе его строить он тяжелый получается без гидравлики с ручным подъемом хотелось именно легкие редуктора есть как вариант снять вот этот редуктор он вроде один к одному я даже видео где-то говорил здесь надо будет придумать обойму короче вот эту планетарку или как он редуктор его не используем будем использовать только вот этот червячок вроде здесь подшипник есть или здесь он есть надо посмотреть снять и посмотреть вот он вроде один к двум так расплавенил редуктор оттуда да получается два к одному вот она меточка здесь я вот меточку поставил крутим раз два все один к двум и здесь получаются вот такие шлицы как на вазовском фланце посмотрите если очень плотненько вот так можно вставить короче карданчик соединить получается не проблема если взять от центра кардана жигулевского там идет вот это как раз часть вот это она есть оттуда от него идет вилочка вы здесь она наоборот значит вот эту часть берем любую неважно такая и откуда и с этой стороны надо нам приварить две крестовинки и уже будем стыковаться туда кстати вот этот фланец он также подходит сюда можем сюда вот такой же фланец ставить но здесь не фланец здесь будет карданчик и вот от этого карданчика мы уже поведем сюда все отлично принципе один к двум если будет один к двум то есть если мы тот редуктором и его так и будем ставить получается мне надо сварить рамку вот так вот чтобы вал проходил под вот такой высоты за глаза сварим рамку а если бы вы здесь еще и прокоронить то прямо сюда можно было редуктор с нами нам сюда не надо нам надо чуть ниже фрезы были центр фрез вот это вала был ниже и как раз он же корпусом будет который подшипник будет здесь мы прикрутим его и он же суда будет цепляться принципе пока отлично если на первую скорость включить на коробке то будет 190 оборотов а на второй скорости будет 245 оборотов вот как раз для фрезы у нас это пойдет прицепил 8 фрез они по ширине получаются но 101 102 у меня 100 вообще скажу точно чтобы не гадать от края до края 107 здесь получается полу если посмотреть вот край фрезы колесо тоже край фрезы колесо 8 фрез принципе меня полностью устраивает кстати мужикам мужики на заметку редуктор также можно переворачивать у меня крутится по часовой правую сторону редуктор я поставил так чтобы крутился сюда и фрезы в правильную сторону если у кого-то крутится в левую сторону то редуктор мы просто переворачиваем также как на мосту и он будет другую сторону крутиться удобная вещь один к двум вот от такого мотоблока малыш ну культиватор вот теперь я думаю что там бы поставить подшипник здесь поставить бы подшипник самоцентрирующие сделать вот так рамку эту рамку обвязать с редуктором и вот эту же всю конструкцию чтоб крепить сюда но по фрезе это будет отдельно это я про час посмотрел что подогнал ну все документал ручку принципе для моей задачи и хватит рычаг с той стороны натяжитель поставил здесь ролик протянул тросиком обязательно ставлю пружину для чего ремень будет там же пружин у меня наоборот отталкивает туда ролик а не прижимает это же не сцепление и чтобы ролик не нажимал на ремень он ее пружина отодвигает все тросик пружинку пружинка ставится для чего когда ремень будет растягиваться со временем часа это грубо говоря мне на 3 достаточно вот пружинка еще не растягивается но если ремень подрастянется мы берем и включаем вот сюда в четвертый режим пружина нам это позволит здесь уже пружинка раздвинулась вот это на тот случай если надо дотянуть сюда дальше если есть если чем я еще меньше размером пружинка все то вот такой простой механизм первый режим конечно тут много железно вот это гремит капот гремит это все не обклеена надо желательно все это будет греметь все это надо шумкой закрывает все вал отбор мощности изготовлен рычаг включения вал отбор можете изготовлен сюда добавил отсюда не видно плохо видно натяжной ролик который вот эти ремни к промвалу вниз чуть натягивает чуть-чуть были прославлены тоже поставил пружинку все это натягивается выехал сегодня чуть попахать больше поковырял чем пахал и забыл что меня вот эта пружинка натяжка вот этого рычага не было натянута чуть-чуть подсвистывал сейчас я подтянул все нормально все ну на этом принципе вал отбор мощности можно заканчивать по оборотам сказал коробку показал теперь будем изготавливать фрезу 4 с этой стороны 4 с этой стороны все народ всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока